Дорогие друзья, приветствую вас на зоне. Два новогодних блюда. Выбирайте любое. Одно будет формально на выходе горячим, другое на выходе будет холодным. Объединяете блюдо использование сладкого перца. Два перца. Я третий, самый крутой. Сейчас одно из блюд, я начну его раньше, потому что оно будет запекаться в духовке, а другое запекаться в духовке, в самом случае, не будет. Смотрите, сковородка, немного лука. Это будет перец, фаршированный кускусом. И фетой, и немножко с томатной базой. Я сейчас сделаю самую томатную базу. Небольшие кубики лука будут обжарены в сковородке. Растительное масло. Жарю лук. Здесь как раз такой процесс пойдет у меня безостановочный. Помидор. Нарублю. Чеснок у меня есть. Ну, пока, кстати, сейчас у меня жарится лук. Мне нужен кипяток, мне нужно заварить кускус. Я сейчас включу чайник. У меня сегодня, видите, чайник BQ. Хороший чайник. Это отечественный производитель BQ. Наш родной BQ. Этот чайник, чем он хорош? Он умеет нагревать воду. 70 градусов может нагреть, 80 градусов, 90 и 100. Четыре ступени нагрева. Знаете, для разных задач нужны разные температуры воды. Там чай зеленый требует более низкой температуры, например. И этот чайник умеет эту температуру поддерживать. Я скажу ему 70. Он на 70 нагреет и будет ее держать, пока я его не попрошу больше не держать. У него удобная система управления. Вот он, видите, булькает. Вот он сам выключился. Ну и, естественно, если вы по пьяни забыли налить воду в него и включили, так он не включится. Он отключится при отсутствии воды. Поэтому он себя бережет и не сгорит. Я пока, смотрите, насыпаю кускус в мисочку. Вот так. И он просто заваривается кипятком. Вода только что закипела, соль. Растительное масло обязательно в кускус, чтобы, понимаете, каждая кускусинка покроется пленкой масла. И кускус не будет слепаться при заваривании, да. Он будет оставаться рассыпчатым. И где-то на палец, выше, чем толщина моего пальца, налью сюда кипяток. Кипяточек. Я вообще люблю кипяточек, потому что это главный компонент дожирака, например, да. И вот так накрываю кускус крышкой. И он сейчас будет у меня доходить до ума. Сковородка на место. Я добавляю сюда чеснок. Лук, чеснок – это классика, да, начало разных процессов. И помидор. Сейчас я буду растушивать это, но в присутствии томата, потому что томат мне сделает более помидорной всю историю. И выровняет цвет. Поэтому часто приходится помидору помогать немножко томатом. Вот так. Сейчас немножко я все это прижарю. И тогда добавлю томат, немного воды, и вот это у меня будет тушиться. Значит, я возьму сейчас перчики вот такие. Два перца. И попробую я их разрезать, чтобы плодоножка осталась. Сейчас это просто красиво будет. Вот, видите, плодоножка осталась красиво. Сейчас я еще во вторую попробую попасть. Да, чтобы разрезать ее тоже пополам. И аккуратно удалю сердцевинку. Вот здесь подрежу семенную коробочку маленьким ножиком, да, и удалю. Пока у меня жарятся в сковородке мои овощи. Это блюдо, кстати, хорошо. Ну, оно, знаете, без мяса. Поэтому здесь будет один животный продукт. Это сыр фета. Для тех, кто не ест мясо. Но кто ест молочные продукты, да. Здесь у меня помидорчик уже хорош. Вот томатная паста чуть-чуть. Сейчас я тоже прижарю ее, а тогда она будет вкуснее, когда она чуть-чуть прижарится вот здесь. Ну, вот эта штучка, жгучий перчик у меня есть чуть-чуть, стенка. Это уже, так сказать, по вкусу на любителя, да, как пойдет. Ну, немножко положу. Я дико острую еду не люблю, а так остринка мне нравится. И вот теперь вода из того самого чайника Бекю. Вот, смотрите, сейчас она будет булькать. Я добавлю сюда соли, сахарку обязательно. Я так подчеркну томатность, томатный вкус всего вот этого. Так себе булькает и булькает. Кускус заваривается буквально несколько минут, 4-5 минут. Вот он уже и готов. Давайте на него посмотрим. Смотрите, какой он у меня красивенький. Рассыпается, потому что я мастерцев ему предусмотрительно перемешал с маслом. Вот, давай, я попробую сейчас томатную базу свою. Вот, я думаю, что она хороша. Пусть побулькает немножко. Да, она хороша. Кускус теплый либо холодный, это не важно, какой закладывать перчик. Я так фету, видите, буду пальцем вот так свозить фрагменты феты в кускус. Мне этого достаточно. Теперь сюда надо настричь. Я перемешаю. И настричь сюда зеленушки. Я пока сковородку выключаю. Нагрев выключаю и сдвигаю ее. Вот у меня есть петрушка. Она здесь хорошо зайдет. И ножничками прямо ее сейчас на весу нарежу. Сюда. Вот так, значит, у меня фета соленая. И я даже кускус немножко солил. Это нормально. Я сейчас чуть-чуть сдобрю смесь феты и кускуса вот этой томатной вкусной залив. Вот так. Вот у меня получилась начинка для перцев. Ну, для удобства на тарелке. И вот я, видите, что делаю? Я буду наполнять этой смесью перцы. Вот эта вот штука, эти перцы, как вы понимаете, могут быть самостоятельным блюдом, а могут быть хорошим гарниром еще уже к мясу. И к стейку может быть хорошо. И просто, не знаю, к гуляшу какому-нибудь. И к жареной курице на гриле. И да ко всему, потому что это универсальный гарнир. Поэтому рассматривайте. Те, кто не ест мясо, это блюдо. А те, кто ест мясо, это уже таки гарнир. Фета подплавится. И будет очень вкусно и пикантно. Ну вот, я как раз распределил всю начинку. И теперь смотрите, что я буду делать. У меня есть форма для запекания. У меня, на самом деле, это такая тажинная база. Тажинный низ. Я сюда выливаю томатный соус. Потому что эти перцы будут в нем лежать. И вот у меня один готов. Я его кладу сюда. Теперь второй. Почищу. Второй. Вот так плодоножками внутрь положу. И теперь они, собственно, отправятся в духовку. Если праздник, ставьте их вовремя. Потому что они где-то проведут в духовке, может быть, 40 минут, 30-40 минут при температуре 160-170 градусов Цельсия. Поэтому я отправляю их в духовку. Значит, эти перцы стоят в духовке. Это горячее блюдо. А сейчас будет холодное блюдо. Но тоже здесь нужна небольшая тепловая обработка. Начинаю с баклажанов. Сейчас я его очищу через раз. Это будет перчик уже специальной обработки, фрошированный овощами. Тут тоже не будет мяса. Будете смеяться. Значит, кубики. Где-то по сантиметру сторона кубика. И в свойственной мне манере я сейчас баклажан высолю. Это не для удаления горечи, а для того, чтобы баклажан был вкуснее. Его, если отожмешь, тогда он вкуснее. Меньше впитывает масло при жарке. Вот мисочка. Вот кубики баклажана. Причем могу посолить его хорошенько. Я могу потом посолить меньше другие овощи. Это я перемешиваю. Все, есть. Теперь нарезаю лук мелко. Здесь так уж усердствовать не надо. Часть лука я потом из сковородки заберу, потому что я этот лук буду жарить. Вот растительное масло. Лук начинает жариться. Теперь пока суд доделал кабачок. Кубики как баклажан или чуть меньше. У меня еще сельдерей на очереди. Вот у меня сельдерейчик есть, видите. Стебли уже очищены. Я люблю очистить от этих вот ребер жестких, которые есть на внешней стороне стебля. Чеснок я добавлю чуть попозже сюда. Чесночок здесь будет очень даже хорошо себя вести. Видите, я сейчас снял блендерный стакан с планетарного миксера BQ. Вот у меня сегодня чайник BQ и планетарный миксер BQ. Видите, у него есть мясорубка. Я ее сниму, потому что я просто хотел вам ее показать. Давайте я сейчас пока открою машину. Видите, лопатка здесь заряжена. Она мне сейчас тоже не пригодится. Это планетарный миксер. Достаточно мощный, 2000 ватт его мощность. Это хорошая мощность. Он делает планетарное смешивание, то есть рабочий орган, венчик, лопатка, крюк для теста, а это все есть в наборе, совершает планетарное движение. То есть рабочий орган крутится вокруг своей оси и вращается еще и по кругу, как планета. Это дает всегда очень эффективное смешивание, ребята. И обращаю ваше внимание, что это все машина три в одном. Стаканный блендер, мясорубка и дежа с разными насадками. То есть можно одновременно все делать. Я сегодня не буду одновременно делать, потому что мне сегодня понадобится только миксерная часть. Поэтому я и лопатку сейчас удалю и верну на место. И видите, такая машина, она на самом деле небольшая. Это не профессиональная машина. Это машина для обычной домашней кухни. Но она экономит вам место, потому что три в одном. Смотрите, я сейчас часть жареного лука вот так переношу в стаканный блендер. Как раз мне удобно было поработать так. А вот теперь я в сковородку добавляю сельдерей и кабачок. Жарю сельдерей и кабачок. Вот так. А я тем временем в стаканный блендер, сам в стакан, добавлю кое-чего еще. Смотрите, грецкий орех. Это уже перебранный грецкий орех. Ну, грецкие орехи. Да. Соль. Я думаю, вы уже, наверное, догадываетесь, что я сейчас буду делать. Я сейчас буду делать версию соуса баже, да, грузинского. И вот эти перцы с этим соусом будут шикарны. Но самая здесь будет фишечка в подготовке перцев, между прочим. Так что вы не засыпайте пока еще у экранов, ребята, а еще попытайтесь бороться со сном. Уцхусунели, порошочек, да. Он подчеркивает ореховый вкус. Сырой чеснок. Я его для понту нарежу. Немножко сырого чеснока. Кинза. Чуть-чуть сырой кинзы. Вот видите. И еще маленькая фишечка. Буквально на кончике ножа я сделал это прямо из рюмки. Корицы. Вот эта фишечка, которая даст здесь все очень хорошо. Теперь я добавляю сюда, смотрите-ка, просто чистую воду из канистры. Вот так вот. И сейчас буду все это бить. Закрепляю чашу. Объем этой чаши, между прочим, полтора литра. Много чего можно сделать на большое количество людей. Вот так. И сейчас я буду регулировать консистенцию. Наверняка будет гуще, чем я хочу. Вот у меня стоит рядом водичка. Сейчас я могу крышечку вот так открыть и добавиться до воды. Поехали. Да, хочется чуть-чуть добавить водички. И побью еще. Видите, соус орехи, посмотрите, были коричневые, а соус белый. Потому что, во-первых, внутри орехи белые. Во-вторых, сюда немножко загоняется воздух, и поэтому соус становится, видите, какой светлый. В этом соусе бажи, ребята, допустимо разная степень измельчения орехов. Кто-то любит, чтобы было абсолютно гладко. Кто-то любит, чтобы немножко орехи чувствовались. Это уже личное дело каждого. Баклажаны. Вот уже соль подействовала. И теперь я пока измельчу чеснок, который я добавлю попозже вот в эти самые овощи. И теперь смотрите-ка баклажаны. Беру баклажаны. И вот у меня течет сок. Я отжимаю сок. И баклажаны поступают прямо сюда, к кабачкам. Вот сейчас они вместе доработаются здесь, и все будет хорошо. Я могу сюда добавить также чеснок. И все, моя задача теперь доготовить баклажаны. Потому что кабачок с сельдереем, они практически готовы. Солить не буду. Ну что ж, а я теперь даю вам, да, вот тот самый интересный способ подготовки перчиков. Которые будут фаршированы всем вот этим. Ну давайте. Вот у меня есть два перчика. Смотрите, что я с ними сейчас сделаю. Я сейчас их разрежу. Опять же, как и те, чтобы плодоножка красиво осталась. Точно так же уберу семенную коробку. Подрежу ее и удалю. И промою перчики. И теперь смотрите. Вот у меня есть металлическая миска. Я вот так вот кладу перчик. Вы, наверное, уже поняли. Я сейчас его обожгу. Он будет шикарным. И до черноты. Перчик приобретает тогда вот этот вот вкус гриля. Но остается при этом более плотным. Сохраняет свою форму. Вот что важно. А теперь смотрите, что я сделаю. Я иду к воде и начинаю под струей воды его мыть. И он у меня снова станет красным. Потому что сгоревшая кожица прекрасно смывается. Вот смотрите, друзья. Да, вот перец на моей руке. Он сейчас шикарен. И так я сейчас сделаю с оставшими перцами. И буду продолжать дальше. Ну вот, ребята, посмотрите на мои крутые перцы. Да, какие классные. Они блестят, между прочим. Значит, я за это время, пока работал с перцами, еще и содержимое сковородки переложил в миску. Вот оно. Видите? То, что было в сковородке. Перца здесь нет, потому что перец вот. Он очень вкусный. И так уже в комбинации как раз будет все мы вкусы и получим. Напомню вам, что у меня сегодня техника BQ. Чайник, планетарный миксер. Вот как раз у BQ есть очень широкая линейка приборов. От чайника, вот до планетарного миксера и до печей даже. Поэтому вы можете просто, ребята, пойти и посмотреть по ссылке, которая под видео. Ассортимент BQ. А я тем временем, смотрите, что сделаю. Часть соуса, баже, я сейчас добавлю в эти самые овощи. Но не весь. Смешиваю. У меня овощи еще теплые. Как раз хорошо, когда они теплые, они лучше в себя возьмут вот этот самый соус. Теперь я перчики разворачиваю вот так. И изнутри чуть-чуть присыплю их солькой. Они будут гораздо вкуснее. И чуть-чуть с сахаром. Вот так есть. А теперь остыла вот эта вот овощная смесь с ореховым соусом. Не остыла, не важно. Надо начинить вот эти половинки. Ну, поместить вот эту овощную смесь в половинки перца. Вот тут у меня немножко еще порог идет. Видите, ну, она не остыла у меня до конца. Это, по сути, такой сациви, только овощной. Теоретически сюда можно положить было кубики куриного филе, отваренного. Смешать со всеми вместе. Беру тарелку. Это уже подача. Наливаю на дно соус. Аккуратненько укладываю сюда перцы на соус. Каждый еще сможет взять немножко соуса себе. Как раз добавить, добавить при подаче, да. Вот так. Пошел. Сейчас мы вот этим поддержим. Красиво, когда они с плодоножками. Вот так. Теперь можно посыпать кинзой. Кинза здесь как раз очень хорошо зайдет. Стебельки кинзы очень вкусные, поэтому не надо ими пренебрегать. Вот у петрушки они жесткие. А у кинзы они мягенькие и вкусные, поэтому это будет хорошо. Вот так присыпать немножко кинзой. И можно подчеркнуть использование орехов. Да, я могу сейчас взять вот так вот орехи и вот так вот их плоской стороной ножа раздавить. А потом мне удобнее будет их вот так вот рубануть. Можно и положить их в пакет, как я люблю делать. Вот так присыпать орешками. Мы подчеркнем использование орешков и обязательно попадем на соус. И достаю те перцы из духовки. Вот они, эти четыре перчика. Немножко, да, у них плодоножки меняют цвет, да, они, так сказать, вот подпеклись. Но в целом здесь все очень хорошо. Вот, вон, видите, абсолютно две разные концепции фаршированных перцев. Одни горячие, другие холодные. Крутые перцы к Новому году, к любому другому празднику в вашем распоряжении. До встречи, ребята, на этой кухне. Субтитры создавал DimaTorzok